всем привет с вами ford и сегодня мы продолжаем тест-драйв автомобилей в игре city car driving сегодня у нас на тест-драйве passat b5 но не просто б5 а в тюнинге у меня уже была подобная машина на тест-драйве но тогда это был посад опять же это же б5 но с двигателем 16 в полном стоке передний привод сегодня уже у нас полный привод for motion в 6 2 и 5 турбодизель машинка должна валить только так посмотрим по факту вот так у нас салон выглядит видим что внутри изменений практически нету разве что магнитолу изменили внешне побольше изменений там и диски и выхлоп и тому подобное но давайте попробуем прокатиться на данной машине посмотрим что она может ого какой резвый и уверенный старт у нас шестиступенчатая коробка передач двигатель как я уже говорил 2 и 5 турбодизель мощность 150 лошадей я вижу что машина просто таки рвет реально очень такая нам подрывистая мощная ну в первую очередь лошадей здесь не так уж и мало 150 для такой машины это достаточно неплохо а во вторых то что у нас дизель он у него критик крутящий момент очень высокий соответственно машинка прям снизу получать практически всю тягу это очень и очень на самом деле круто так что у нас светофоры не работают давай 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 проезжай полный привод это конечно круто это не для внедорожья понятное дело особенно с такой подвеской как у нас сейчас автомобиль как вы могли уже заметить занижен он для удобства для снега чтобы на льду как-то себя более уверенно чувствовать по снегу какой-то легкой грязи ну вот как то так но приятно приятно ведется автомобиль есть некие сходства с полным приводом quattro это конечно не кватро хоть и концерн тот же вак но это не кватро тем не менее ведется автомобиль приятно немножко нарушим тихо 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 чуть в ауди не въехали было бы нам делом но все обошлось сейчас вы едем на трассу хочется немножко и девять скажем так дать посмотреть как она поедет но я уже вижу что будет все где-то дело очень быстро я думаю что на данный автомобиль можно бы и автомат было поставить вроде как есть модификации с автоматами точно не знаю но вроде есть так рейс лоджика у нас к сожалению нету до сих пор но мы так на глаз посмотрим ничего себе даже букс есть прикиньте на полном приводе есть букс это серьезная заявка 80 100 куда это пешеход идет непонятно 120 хорошая динамика понятное дело что это не рекорд это не самый далеко не самый быстрый томиль который тестировал но для таких годов для такого класса машин динамика очень даже неплохая для уверенных каких-то обгонов маневров что в городе что за городом ее принципе достаточно максималка здесь будет по-любому больше 200 может даже получится и сейчас проверить на трассе все это делаем и конечно же попробуем итак вторая передача газ в пол крутится он у нас где-то до 5000 чуть меньше потому что дизель но мы все помним что дизеля они не особо такие знаете крутящие что ли но зато тягивитые очень большая тяга у данных машин так 140 150 160 6 передача 180 хорошо хорошо идет уверенно 200 наверное все таки мы не поедем очень уж большой поток но мы постараемся чуть-чуть затеяли ничего страшного и опять же таки наверно пробуем набирать скорость 170 запас оборотов двигателя еще есть 180 нет 200 наверное к сожалению к сожалению мы не поедем слишком маленький участок 190 93 давай-давай родная 195 все приплыли вы видели как как улетела газель ну что-то около 200 я принципе ехал как улетела газель это было жесть это трэш прям настоящий ну я думаю и в реальной жизни тоже если бы ехал даже даже на пассате и влетел бы в газель газель бы улетела это однозначно а что было бы с пассатами даже представлять боюсь честно ну вот едем 100 километров по городу кстати тормоза такие себе интересно что как бы звук клацанье abs есть но вот такого срабатывания как я люблю чтобы тормозить и по можно было поворачивать нету то есть колеса все равно блокируется ну отчасти это все дело можно списать на то что автомобиль не новый а если не новая bs то и система но если новый автомобиль то система bs не совсем новая соответственно как бы алгоритмы еще не такие хорошие как сегодня плюс здесь нету есть пи соответственно машину будет бросать любую сторону куда вы повернете это тоже есть не совсем хорошо стоим мы пробки легкой ну как пробки на светофоре но так как у нас симулятор слава богу а не реальная жизнь мы можем это все дело нарушить например как сейчас я это сделаю когда приеду на красный свет мне же надо понавалить вижу все пишите давай короче больше треса треша больше скорости но вот у меня больше скорости и больше треша 140 мы уже по городу летим в реальной жизни это реально много но для симулятора это норма 160 вот тормоз пол и видим что машина как бы поворачивает но как-то вообще ни разу не охотно но зато буксы постоянные реально постоянно только-только притронулся к педали акселератора машину сразу срывает и несет что как бы в принципе приятно вот видите как она именно нормально стартует но здесь еще заметил что первая передача короткой может за счет этого такая жесткая пробуксовка ну одна из причин пробуксовки потому что на самом деле здесь им комплексе здесь и мощный двигатель сам по себе плюс он дизель с крутящий момент очень высокий плюс легкая машина ну в общем факторов отдает сегодня как-то бодренько и еду никогда не думал что на посаде так буду наваливать по городу но тем не менее именно это я сейчас и делаю все ситофоры по проезжал как бы вроде все нормально не но ноги вроде бы как поворачивает нельзя сказать что абс нет у меня были автомобили знам но намного хуже моббаса но тем не менее могли бы сделать и получше в то время может и нет но сейчас точно технологии намного лучше намного дальше зашли и опять я наваливаю это конечно жесть давайте посмотрим еще раз как внешний автомобиль выглядит в принципе одна из фишек его видите он такой занижен пружины таким моднявый красные поставили то есть на нем можно принципе даже не наваливать просто так катится на на второй передачи и все и больше ничего не нужно не эффектно выглядит согласитесь и бы ему бы еще оптику поменять у него то стоит бексинон тоже опять же таки прикол хоже но внешне оптика стандартная сзади еще ничего от спереди какая-то на все мутное все такое как-то даже вроде с процент складывается впечатление что они какие-то тонированные эти фары мне не очень честно говоря нравится я бы немножко переделал но это мое субъективное мнение и принципе она может отличаться от вашего но на первой передачи конечно она тянет дай боже это конечно да мощность моща как еще многие любят говорить чувствуется сразу и опять начинаем наваливать но 20 140 оттормаживаемся для такой езды опять же таки размеренной данная машина как-никак как никакая другая подходит правда здесь она слишком занижена она менее комфортно чем могла бы быть но тем не менее все равно для города я думаю нормальный аппарат так перепаркуемся что ли будем заканчивать наш тест-драйв так чуть-чуть назад итак ребятки на сегодня все пишем в комментариях как вам видео как вам тест-драйв понравился не понравился не забываем что игру всегда можно приобрести по ссылке в описании вам спасибо за внимание всем всего хорошего и пока а